Трамп и Путин. Угроза для Европы. Так и заглавлена статья во влиятельной немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. Подобные высказывания повышают опасность того, что Путин расширит свою войну, если Трамп вновь станет американским президентом, пишет автор комментария в немецкой газете. Европейцы в сжатые сроки должны привести себя в такое состояние, которое позволит им превратить любое нападение России на страны НАТО, будь то военное или гибридное, в непредсказуемый риск для Путина. Время для этого украинцы обеспечивают им в данный момент ценой своих жизней. Настало время, наконец, проснуться, пишет в опубликованной Focus Online статье известный немецкий политолог Томас Йегер. По мнению профессора, правда состоит в том, что ФРГ недостаточно делает для своей обороны и тем самым для сдерживания вероятного агрессора. Томас Йегер призывает общественности правительства проснуться и принять соответствующие решения о закупке вооружений. Но этого не происходит, констатирует политолог. По его мнению, правительство, очевидно, этого не хочет, а общество не оказывает на него давления. Чудовищное заявление о странах НАТО. Прислушайтесь к словам Трампа и вооружайтесь. Так озаглавлен комментарий в немецкой газете Tagesspiegel. Доктрина Трампа, Америка прежде всего, над быстрым и всесторонним внедрением которой, в случае его возможного второго президентского срока, сейчас работает множество сверхконсервативных стратегов, почти не оставляет сомнений. То, что Россия творит в Украине, Соединенные Штаты при Дональде Трампе не будут рассматривать как экзистенциальную угрозу, во всяком случае не как экзистенциальную угрозу для своей собственной страны. И они будут ожидать от европейцев, что они все больше будут сами заниматься своей обороной. Это разрушает все, что было до сих пор, пишет информационный портал Т-Онлайн. Внезапно на обозрение всему миру представлен сценарий, который десятилетиями казался немыслимым. Европа впервые со времени Второй мировой войны может оказаться без защиты важнейшего и мощнейшего соучредителя НАТО. А именно в том случае, если Дональд Трамп вновь станет президентом. Дональд Трамп Дональд Трамп Дональд Трамп Дональд Трамп Дональд Трамп